На автоспортивном комплексе «Вираша» в рамках мотофестиваля «Супербайк Челлендж» в первый день прошли соревнования по кантри-кроссу. После долгой и зрелищной борьбы первое место одержал Алексей Власов из Нового Скола, на втором – Вадим Греков из Алексеевки, на третьей позиции – Белгородец Сергей Гречихин. Вторым значимым событием фестиваля стали мастер-классы звезды мирового мото-GP Рубенса Чавеса и гонки «Тайм-Атак». Здесь победителем стал Алексей Морозов. Матч третьего тура первенства России третьего дивизиона зоны Черноземья футбольный клуб «Энергомаш» в гостях закончил нулевой ничей с Тамбовом «М». По ходу игры голкиперу-белгородцев Дмитрию Шендригину удалось парировать 11-метровый удар, назначенный за спорное нарушение Владислава Фосхудинова в своей штрафной. В целом у вратаря Тамбовчан было намного больше работы, но свои моменты белгородские футболисты так и не использовали. Теперь после трех игр «Энергомаш» с четырьмя очками занимает шестое место в таблице первенства. Следующую игру «Энергомаш» проведет в Новой Усмане с местным «Олимпиком» 29 апреля. Во втором туре чемпионата области по футболу «Бессоновский скиф» в Старомосколе уступил 2-3 «Осколу Динамо». Футбольный клуб «Белгород» со счетом 5-0 обыграл «Майский», «Губкин» забил три безответных мяча Валуйскому «Спартаку». Больше всего мячей было забито в матче между «Строителем» и «Белгородской» с Дю США номер 6. Ничья 4-4. Самая крупная победа зафиксирована во встрече между шибекинским «Химиком» и чернянским «Каскадом». Шибекинцы выиграли со счетом 6-0. В Равенниках состоялся открытый турнир «Поселка по боксу». Соревнования традиционно проходят в преддверии Дня Победы и посвящаются уроженцу Равенского района, Герой Советского Союза Борису Григорьевичу Кондыбину. В турнире приняли участие 122 спортсмена в возрасте от 10 до 17 лет из Белгородской, Воронежской областей и украинские боксеры из города-побратимы Равенки Луганской области. Более чем в 60 боях разыграно 32 комплекта наград. 14-й традиционный турнир подзюдо памяти капитана милиции Александра Колесникова среди юношей и девушек 1998 года и моложе прошел в Грайвороне. В соревнованиях приняли участие более 300 спортсменов из Харькова, Брянска, Воронежа, Курска, Абаяни, Нововоронежа, Курчатова, Суджи, а также из городов и районов Белгородской области. В физкультурно-оздоровительном комплексе «Парус» поселка Разумный прошел открытый областной турнир по бадминтону. На корты вышли 52 участника из Губкина и поселка Разумное. Именно в этих населенных пунктах есть специализированные группы по этому направлению. Звание сильнейшего разыгрывалось среди мальчиков и девочек в четырех возрастных категориях. Этим турниром спортсмены завершили сезон. Следующий турнир пройдет в начале осени. Строители прошел 12-й турнир по карате. На него прибыли более 120 спортсменов из Казахстана, Украины, Новомосковска, Тульской области, Москвы, Омска и поселка Майский Белгородского района. Первенство разыгрывалось в номинациях в индивидуальном и командном КТ-кумите, дуэл-ката и фристайл-карате. Олег Денисенко, Новости Мира Белогория.